В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Далее о главных событиях среды. Рекордная военная помощь Украине. Правительство Швеции объявило о поддержке на более чем 1 миллиард евро, что войдет в новый пакет. Рекордная военная помощь Украины. Рекордная военная помощь Украины. Правительство Швеции объявило о рекордной военной помощи Украине на сумму 1,16 миллиарда евро. В него уходит самолет радиолокационной разведки и наведение, который усилит возможности противовоздушной обороны Украины. Также входят ракеты класса «Воздух-воздух», которые можно использовать как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Кроме того, Украина получит весь шведский запас гусеничных бронетранспортеров «Панцербандвагн-302» и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи прокомментировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. С момента полномасштабного вторжения Путина Швеция поддержала Украину 15 пакетами военной поддержки. Сейчас презентуем 16-й пакет поддержки, самый большой в настоящее время, стоимостью 13,3 миллиарда крон. Пакет поддержки сосредоточен преимущественно на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше и о которых попросила. Поддержка противовоздушной обороны страны, как в виде ракет, так и самолета-радара, но и артиллерийские боеприпасы и бронемашины. Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу. Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции, Фейсбук. К слову, самолет-радар, который предоставляет Украине Швеция, даст совершенно новые возможности для ВСУ. Он контролирует воздушное пространство на большую дальность, чем радиолокационные наземные станции, ограниченные горизонтом. Над морской поверхностью самолет-радар АСС-890 может обнаруживать и отслеживать истребители, вертолеты, зависающие в воздухе, крылатые ракеты и даже морские цели размеров с модные мотоциклы. Сейчас у ВСУ нет таких самолетов. И такой самолет даст Украине дополнительные возможности для более эффективного использования F-16 и другой авиатехники в боях против российских захватчиков. Правительство Литвы одобрило выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины. Таким образом, Литва присоединяется к коалиции по ПВО, инициированной Германией. Об этом заявил министр обороны Лауренас Кощунас. По его словам, до конца года Литва планирует приобрести четыре радара, которые усилят систему предупреждения в Украине. Мы сегодня приняли официальное решение. Правительство выделило дополнительно 13,5 миллионов на закупку радаров, что без сомнения укрепит систему оповещения в Украине. Цель в этом году четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем и возможность уничтожения всех воздушных объектов. Лауренас Кощунас, министр обороны Литвы, журналистом после заседания правительства. Финляндия не ограничивала Киев относительно ударов финским оружием по территории России. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтанин. По ее словам, страна, которая ведет оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты. Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты. Элина Валтанин, министр иностранных дел Финляндии, в интервью финскому изданию. Чехия поддерживает использование Украины и западного вооружения для поражения целей на российской территории, сообщает информационное агентство Deutsche Presse Agentur. Эту позицию разделяют многие европейские политики, в том числе главы оборонных ведомств Эстонии и Нидерландов. Они считают, что сейчас дискуссия о том, могут ли ВСУ наносить удары по территории России, неуместна. Как союзники Киева снимают ограничения на использование западного вооружения, расскажет Никита Скобликов. Российская армия смогла зайти в Харьковскую область из-за того, что Киев не мог бить по территории России западным вооружением, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times. По той же причине российская армия продолжает террористические атаки на гражданские объекты в Украине, ежедневно под ударами Харьков. 25 мая российские авиабомбы попали в гипермаркет. Вы видели строительный гипермаркет, просто убили людей, детей. На куски взорваны люди. Ты не можешь им ответить, ничем. Даже ты уже видишь точки. Даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но не можешь им ответить. Мне кажется, это несправедливо. Союзники Киева понимают последствия запретов на удары западным оружием по России. Министр обороны Швеции заявил, Украина вправе использовать шведское вооружение для поражения целей на территории страны-агрессора. Удары по военным объектам в Федерации являются частью права Украины на самооборону, уверен глава правительства Чехии. Как страна, подвергшаяся нападению, Украина, безусловно, имеет полное право использовать все средства защиты. Петер Фиала. Премьер-министр Чехии. Из публикации информационного агентства DPA. Правительство европейских государств согласует позицию в том, что касается ударов ВСУ по территории России, пишет агентство Bloomberg. В Брюссель для участия в переговорах прибыли министры обороны стран Евросоюза. Я искренне надеюсь, что все страны, у которых есть средства, дадут разрешение Украине, потому что нельзя сказать, что это нормально, что Россия атакует из глубины украинской территории, а украинцы сражаются с одной рукой за спиной. Так что это ненормально. Поэтому я занимаюсь здесь очень четкую позицию, что, конечно, Украина должна иметь все возможности для защиты своей страны и своего народа. Удары по территории России я никогда не исключала, потому что Украина ведет войну, и они защищают себя. Вполне разумно, что они должны наносить удары и внутри России. Так что, с моей точки зрения, это не должно быть предметом обсуждения. На встрече в Брюсселе присутствовал и генеральный секретарь НАТО. Йен Стоутенберг одним из первых призвал союзников Украины снять ограничения на использование западного вооружения. Как отмечает The Economist, обращение было в первую очередь адресовано США. Украинцам будет очень трудно и сложно защищаться, если они не смогут поразить военные цели по ту сторону границы. Это могут быть ракетные установки, это может быть артиллерия, это могут быть аэродромы, которые используются для нападения на Украину. Если Киев не сможет поражать цели, то, конечно, ему будет гораздо сложнее защищаться. Некоторые союзники не вводили ограничений на поставляемое ими оружие. Я считаю, что пришло время рассмотреть эти вопросы в свете развития войны, которая теперь фактически происходит вдоль границ. Германия, Италия и Бельгия выступают против ударов по России с западным вооружением. Там опасаются возможной эскалации со стороны Москвы. Великобритания, Нидерланды, Чехия, Швеция, Финляндия, Польша, Литва и Латвия считают иначе. Они за снятие ограничений. Главный донор Украины по объему военной помощи Соединенные Штаты не поддерживают удары по России с западным оружием. Хотя государственный секретарь США Энтони Блинкин после визита в Киев сказал, что Украина сама решает, как использовать предоставленное ей вооружение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Российские оккупанты ударили по строительному гипермаркету 25 мая. Армия РФ сбросила две авиабомбы на гражданский объект. И в результате атаки РФ по Никополю Днепропетровской области погибли два человека. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в Телеграм. По его словам, российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Двое мужчин получили осколочные ранения. Для одного из них травмы оказались несовместимыми с жизнью. Также российские оккупанты направили дрон по-гражданским. В результате этого погиб еще один человек. У России нет сил и средств для наступления на Украину с территории Беларуси, уверенной в Украинском центре противодействия дезинформации. По мнению аналитиков, цель Кремля – растянуть украинские силы, резервы и повлиять на логистику. Для этого российская пропаганда активно транслирует дезинформацию о якобы готовящемся наступлении из Беларуси. Подробнее Юлия Грановская. Отвлечь внимание украинского военного руководства и растянуть фронт – такова цель дезинформационной кампании России, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, Беларусь под постоянным наблюдением. Россия рассматривает всю нашу границу с беларусами как зону напряжения. Конечно, силы обороны давно готовы к угрозам по этому направлению и были приняты все необходимые меры. Пока такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости. Андрей Коваленко. Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Из публикации в телеграм-канале «Центр протидеи дезинформации». Всю эту часть масштабной кампании Кремля под дезинформацией, уверены эксперты, как и попытки дискредитировать легитимность президента Украины Владимира Зеленского накануне предстоящего саммита мира в Швейцарии. Возникновение в инфополе легитимного согласно утверждениям россиян Виктора Януковича не случайно. И существует высокая вероятность, что Роспропаганда будет противопоставлять его президенту Владимиру Зеленскому. Прогнозируется, что в рамках ИПСО относительно якобы нелегитимности президента Украины Россия будет также дискредитировать украинскую формулу мира. И сообщение Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины в Телеграм. Москва готова на любые провокации, чтобы сорвать глобальный саммит мира. Чего она точно не хочет, так это мира, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся за 60 километров на северо-восток от этого места, от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий в 90-х километрах отсюда, на северо-запад. У нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира. Аналитики Института изучения войны предполагают, что речь идет о районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский. Это российские города в Белгородской области, к северо-западу от Харькова. Эксперты предполагают, что Россия планирует атаковать Золочев и Богодухов в Харьковской области. Она очень долго готовила к своему наступлению на Харьковщине общественное мнение. Понятно, что готовила не для того, чтобы достичь тех целей, которые достигла на сегодняшний день. Понятно, что замыслы предусматривали значительно более серьезные успехи россиян на харьковском направлении. Также они понимали, что Харьковщина – это лишь часть границы украинско-российской, около 270 километров. И еще около 550 километров – это Сумщина. Еще пару сотен километров – это Черниговщина. И, соответственно, конечно же, россияне очень были заинтересованы, чтобы атаковать, иметь возможность атаковать на всех участках украинско-российской границы. Сегодня силы обороны Украины готовы к любому из возможных сценариев. Вооруженные силы Украины принимают все меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя, заявили в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВСУ. Ситуация на фронте – самые сложные направления и четкое понимание планов российской армии. В частности, об этом в своем вечернем обращении говорил президент Украины Владимир Зеленский. Далее прямая речь. Заслушал доклады Главкома начальника Генштаба министра обороны нашего государства по ситуации на фронте сейчас по поводу наших действий. Внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купинскому и другим направлениям в Харьковской области. Благодарен каждому подразделению, делающему все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию. Готовимся и к дальнейшей активности врага. Ясно понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армией. Будет ему наш ответ. Обязательно. И подробнее о ситуации на фронте смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. 60 боевых столкновений произошло на фронте за сутки, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Харьковском и Купинском направлениях. Тяжелые бои идут и возле Авдеевки. Самым сложным направлением остается Покровская. Противник активен вблизи Новоселовки-1. Воины ВСУ наносят российским оккупантам ощутимые потери. Активно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике противника. По линии Евгеньевка, Новоселовка, Камышевка, Птичня, Кулиновка, вот за речкой Вовча, там начинаются уже господствующие высоты, ну и сама речка есть. Природная фортификация, скажем, для того, чтобы врагу было тяжелее продвигаться. Я думаю, на этом рубеже мы врага остановим. Украинские пограничники уничтожили две пушки, укрытие и живую силу российских оккупантов под Бахмутом. Сначала с помощью ФПВ-дронов удалось поразить две гаубицы захватчиков Д-30 и Д-20. После чего сбросами с беспилотников сразу разбили укрытие и живую силу армии РФ. Кроме того, бойцы ГУРМО Украины совершили серию сокрушительных ударов по армии РФ на Харьковском направлении. Истерли российских захватчиков и их технику в состоянии пепла и ржавчины, подчеркивают в разведке. Также украинские защитники уничтожили российскую БМП на Харьковском направлении. Дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин противника, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы. Российские солдаты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако самотехника сгорела. Кроме того, на фронте уже работает украинский робот-людь. Робот-людь атакует позиции россиян и прикрывает наших защитников при штурме. Военным понравилось, что им легко управлять, и отметили высокий уровень радио- и видеосвязи робота, а также его хороший прицел и ведение автоматического огня и днем, и ночью. Также его можно использовать в обороне в качестве мобильной огневой точки, которая может перемещаться по позиции, вести огонь с нескольких позиций или быть как наблюдательный пункт. Из сообщения Сил обороны Юга Украины. В свою очередь, россияне перемещают военную технику и личный состав между группировками в Донецкой области, сообщают украинские партизаны. Таким образом, российские войска пытаются компенсировать потери личного состава, которые они понесли, в частности, в районе Часово Яра. Также украинские партизаны провели разведку Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму. Они обнаружили суда РФ и указали точные координаты местоположения надводной техники российских оккупантов. Также партизаны зафиксировали усиленную активность военных РФ. Агенты нашего движения разведали стрелковую бухту в Севастополе и обнаружили размещение противолодочного корабля военно-морского флота РФ МПК-49 «Александровец» и разных катеров, охраняющих побережье Севастополя. Также зафиксирована усиленная активность российских военных. Они не учатся на своих ошибках и продолжают находиться на украинских территориях, за что будут наказаны. Вся подробная информация уже передана в надежные руки из сообщения партизанского движения «АТЭШ». Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 505 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 1300 российских оккупантов. Также украинские защитники за сутки уничтожили 8 танков, 33 бронемашины, 37 артсистем и 2 РСЗО. Кроме этого, силы обороны сбили 28 БПЛА и поразили более 70 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн россиян. Соединенные Штаты Америки могут усилить санкционный режим в отношении России, а также сторон, которые помогают РФ обходить санкции. Об этом заявил заместитель советника по нацбезопасности США. Кроме того, Америка и их партнеры рассматривают возможность применения санкций и экспортного контроля, чтобы предотвратить расширение торговли РФ с Китаем. И, как следствие, доступа России к критическим компонентам, которые она может использовать в войне против Украины. Премьер-министр Бельгии Александр Декро совершит официальный визит в США. Во время поездки у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом. На встрече лидеры стран будут обсуждать совместное обязательство продолжать поддерживать Украину. В частности, обсудят совместные усилия по максимальному использованию замороженных российских активов. Кроме того, лидеры подтвердят тесное партнерство между Соединенными Штатами и Бельгией в решении глобальных проблем. Около 90% суммы от доходов замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира на поставку Украине необходимого оружия и военного оборудования. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также заявил, что сейчас существует 7 правовых актов, которые должны быть приняты для привлечения доходов от российских активов на общую сумму более 6,5 миллиардов евро. По словам Борреля, довольно длительное время это было невозможно сделать из-за отсутствия консенсуса между странами. Мы сейчас подходим к использованию чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов. Дебаты относительно чего состоятся на уровне Комитета постоянных представителей ЕС на этой неделе. Нам нужны единогласия, которого нет уже в течение месяцев. Я говорил об этом на Совете министров по иностранным делам. И мы обсуждали это сегодня снова. Есть 6 миллиардов 600 миллионов евро, которые ждут применения, а все инструменты, необходимые для этого, все еще ждут принятия. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности после заседания Совета министров по иностранным делам. США могут отказать в предоставлении Грузии 390 миллионов долларов в ответ на закон об иноагентах. Об этом заявили в Государственном департаменте США. Мол, Штаты сейчас пересматривают необходимость как финансовой помощи стране, так и ужесточения визового режима в отношении отдельных граждан Грузии. О том, как на принятие закона реагируют грузины и что предлагает президент страны, смотрите далее. 84 голоса «за» и только 4 «против». Накануне парламент Грузии окончательно утвердил так называемый закон об иноагентах, преодолев вета президента. По конституции теперь Саламе Зурбешвили должна подписать и опубликовать закон. Если она этого не сделает, то эти формальности выполнит председатель парламента. Тем временем в Европейском Союзе заявили, что этот закон противоречит принципам и ценностям ЕС, а его принятие негативно повлияет на евроинтеграцию Грузии. Американские же власти считают, что документ ввергает страну в кризис и угрожает сотрудничеству со Штатами. Правящая партия «Грузинская мечта» отодвинула страну еще дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические стремления грузинского народа, который неделями выходил на улицы, чтобы выступить против этого закона. «Грузинская мечта» проигнорировала закон Совета Европы. Венецианская комиссия и ближайшие партнеры Грузии ясно выразили свою обеспокоенность тем, что закон будет стигматизировать гражданское общество и средства массовой информации и ограничат основные свободы. Действия и антизападная риторика правящей партии угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности и членству в ЕС, также под угрозой отношения США с Грузией. Само грузинское правительство заявляет, что закон необходим для обеспечения прозрачности финансирования различных организаций и движений в стране, якобы чтобы западные страны не втянули Грузию в войну с Россией. Оппозиционные же парламенты считают, что этот документ — фактическая копия, того, что был принят в России в 2012 году. Это ведь закон, который в свое время наверняка разработали ФСБ для того, чтобы под прикритием прозрачности создать фундамент для авторитарного правления страны, уничтожить гражданский сектор, свободную медиу, а потом уже уничтожить политических оппонентов для того, чтобы остаться на всю жизнь во власти. Да и сами грузины называют закон «катастрофой и предательством». Мне впечатляет решение правительства изменить внешнюю политику и траекторию развития Грузии и повести Грузию в сторону России. У нас всегда были вопросы об их намерениях, но теперь все ясно. Все маски сняты. Речь идет уже не о законе. Речь идет об их решении дистанцировать Грузию от Запада, от ЕС, от НАТО и сделать Грузию союзником России. Мы готовы бороться, мы очень мотивированы и не позволим никому в этой стране повести нашу страну в сторону России. Вы видите, здесь так много людей. Мы будем здесь до конца. Мы будем сражаться и победим. Я думаю, что происходящее совершенно очевидно. И это просто катастрофический день в нашей жизни и в истории Грузии в целом. Мне трудно вспомнить что-либо подобное. Я имею в виду такую очевидную измену. Мне очень жаль, но я думаю, что этим депутаты просто подтвердили свой статус марионеток и самых коварных людей в нашей истории. Я думаю, что это начало конца. Их конца. 2 июня в Грузии состоится очередной масштабный митинг против так называемого закона об иноагентах. И на протесты в Тбилиси вместе с грузинами собираются выходить и граждане России. В основном те, кто переехал в Грузию после начала полномасштабной войны России против Украины. Это часть репрессивной политики России, конечно, которая привела к тотальной диктатуре. К тому, что все люди, которые высказывают свое независимое мнение, например, выступают активно против войны в Украине, становятся вне закона, помещаются в тюрьмы. Я два раза вывозила дочь из России. И два раза ее вывезли обратно. И последний раз с ней больше года уже нет связи. И это то, как работает этот закон. Тем временем президент Грузии Саламе Зурабишвили призвала граждан собрать подписи для проведения референдума относительно спорного закона. И заявила, что парламентские выборы, которые должны состояться 26 октября, и будут по факту этим самым референдумом. Ведь именно там грузинский народ сделает выбор в пользу европейского будущего страны или нет. В оппозиции же заявили, протесты будут продолжаться вплоть до самих выборов. После нападения мигрантов на польского пограничника, Польша приняла решение восстановить на границе с Беларусью буферную зону. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Туск также призвал направить все имеющиеся ресурсы для защиты границы с Беларусью. Мы будем защищать нашу границу всеми доступными средствами. Армия, пограничная служба и полиция могут рассчитывать на мою полную поддержку. Я поражен вашим мужеством, профессионализмом и самоотверженностью. Дональд Туск, премьер-министр Польши в соцсети Икс. Они участвуют в боевых штурмах, часто принимают огонь на себя и, рискуя своей жизнью, эвакуируют раненых бойцов с поля боя. О работе героического экипажа боевой машины пехоты смотрите в материале нашего корреспондента Алены Грамовой. Рассвет – лучшее время для того, чтобы добраться к месту базирования экипажей боевых машин пехоты. В это время суток бойцы могут находиться на отдыхе, хотя в целом у ребят работа есть всегда. БМП-2 – многофункциональная техника. Ее используют как для подвоза пехоты и прикрытия работы танков, так и для эвакуации раненых солдат. Такие экипажи – цель номер один для противника. Любая техника – это цель первого, которую будут убрать. Поэтому она завжды действует, либо на ремне, либо по взаду. То есть она может на ремне с пехоты идти на одной линии, либо по взаду, либо от 50 до 200 метров за танком. Если она, допустим, прикрывает танк, допустим, танк выезжает на свою работу, чтобы прикрыть всякие гранатометчики, там, других каких-то, может, БМП-как, если выскочить. Так же самое она прикрывает, чтобы танк мог выкунуть свою основную задачу. Боевая машина оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой. Салон рассчитан на транспортировку семерых десантников. В самом же экипаже три человека – командир-оператор-наводчик и водитель-механик. Часто бойцам приходится заезжать в самые горячие точки фронта. Экипаж этой машины уже не раз был атакован российскими войсками. По ним применяли противотанковые управляемые ракеты и ударные дроны. Военнослужащие вспоминают, как не раз, выполняя боевое задание, буквально прорывались сквозь огонь противника. В момент, когда на них летели снаряды реактивного залпового огня. Когда на тебя идут разрывы, единственное, что ты можешь сделать – пройти сквозь них. Не успеваешь ни уйти уже никуда, ни влево, ни вправо, нет возможности у тебя. И вы тогда пришли сквозь? Пришли сквозь рывы, да. У нас машина приняла весь удар на себя. Ну а дальше повезло. Мы просто прошли вот эту полосу, где было попадание. Управлять боевой машиной пехоты несложно, говорит водитель-механик. Главное – следить за её техническим состоянием. Она как живую управляется, легоньку. Хочется попробовать. Если всё исправно работает, то к боевому выезду экипаж готовится за считанные минуты. Всё, держимся. Держимся. Готови? Рвач, заводи. На первый взгляд можно подумать, что шум от двигателя хорошо слышен на дальнем расстоянии. Но украинские защитники отмечают, при определённых погодных условиях приближающуюся машину можно не услышать, даже находясь в 100 метрах от неё. 14-тонная боевая машина легко набирает скорость. Она легко проходила по бездорожью. На борту видим так называемый вангал. Это защита от дронов. Ну и на борту, как это уже принято, есть система радиоэлектронной борьбы. Но даже с такими средствами защиты при каждом боевом выезде экипаж всегда рискует своей жизнью. Говорят, страх есть всегда. Но в приоритете выполнить боевое задание. А что вы думаете перед боевыми выездами? Как налаштовываете себя? Налаштовываю? Поплевав три раза через плече, помолился и поехал. Свои боевые задачи защитники продолжают выполнять на одном из самых горячих направлений в Донецкой области – Бахмутском плацдарме. Здесь силы украинской обороны ежедневно отбивают до десятка штурмовых атак российской армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова